Привет, друг! С тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере CCD Plane и сервер МТА. Всё, как всегда, уже пошло больше полугода, как мы не снимали этот сервер. И за это время я успел перекупить себе Ferrari F40. Ну и как вы поняли по названию и по привероликам, сегодня вместе с вами будем смотреть новое обновление 3.19. Поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, и мы начинаем. Ну что, пацаны, по классике. Сначала смотрим чинжелок, после чего едем всё проверять и тестить. Поэтому все тайм-коды нужные есть в описании и на ролике. Перематывайте туда, где вам будет интересно. Погнали! Значит, чинжелок, кстати, не особо большой. Но введения такие себе, если честно. Значит, что добавили? Добавили гаражи, в которых ты можешь похвастаться своими автомобилями перед своими друзьями. Добавили на возможность сделать детали тюнинга собственно, с помощью верстака. Район с гаражами добавили, который можно посмотреть, зажав клавишу 8 на карте, так понимаю. Добавили работу лётчика распылителя удобрений. Это мы тоже посмотрим. На эту работу уже показывали в трейле. И самый популярный комментарий был, что только соседичники могли добавить додо для распыления полей, когда в Сан-Дрессе есть обычный кукурузник. Обновлен внешний вид F3. Доспаминные авто отображаются отдельным списком. Появилась возможность добавить этого в избранные. Добавлена группировка транспорта. Добавлен аукцион контейнеров, которые находятся в порту Лос-Ан-Доса. Куча, и там есть разных контейнеров, от эксклюзивов до обычных. Добавлен крафт деталей тюнинга. Теперь детали тюнинга можно облачать не только из тюнинга, если вновь создавать самостоятельно. Продукта чертежей можно найти в центре переработки отхода возле горячего ляда. Для крафта вам потребуется искать брошенные авто по всему штату и собирать с них уцелевшие детали. Добавлено обслуживание автомобиля. Вот это самое плохое. Потому что теперь автомобили требуют техническое обслуживание. Если его не выполнять в свое время, то у машины начнутся ухудшаться характеристики, вплоть до полной невозможности ехать. Как говорится, CCD Planet RP. Привет. Ресурс материалов использован для обслуживания отличается, так что используйте это в более дорогие, если хотите, чтобы машина дальше служила вам верой и правдой. Я уже не представляю, сколько там обслуживание будет на Rolls-Royce, это капец. Вновлены дома и квартиры, обновлен интерфейс, добавлена плата за обслуживание домов и квартир. Вот это прям очень плохо. Потому что когда остается 3 и менее оплаченных дней, становится доступна последующая оплата, а при входе на сервер высвечивается уведомление о необходимости оплаты. Добавили 120 новых стикеров. И самое главное, это транспорт. Значит, добавили 223-й, наконец-то. Удалили Panamero. Не знаю зачем. Исправили PTS VF3 M80. Исправили Fender C-шки. Добавили Twin на C-шку уже. И на M3. Типа, за все время добавить 1,223-й. Ну, блядь, это капец. Ну, хотя бы там штуки 5 должно быть тачек. Но не один. И добавили, как бы, контейнеры. Luxury, Suf, Race, Sport Luxe и Iconic. Но об этом мы уже поговорим, когда будем находиться возле контейнеров. Поэтому сейчас мы приступаем к разбору нового обновления. Погнали. Знаешь что, F3 я уже немножко панельку спалил. Потому что при нажатии F3, как бы, вот, наше новое F3. Попрощаемся. Отдадим честь просто старой менюшке F3. Которой нам верой и правдой служил с какого-то там, с 14 или с 15 года. Теперь у нас менюшка вот такая. Которая так, тоже жрет FPS. Здесь у нас есть список автомобилей. И плюс, я так понимаю, это купить дополнительное место, да. Здесь можем звездочкой добавить транспорт в избранные. И теперь он будет светиться, как бы, вот здесь. И все наши списки авто, мотор. Чтобы убрать ТС, надо нажать на него два раза. Или убрать, или закрыть. Либо вот на Rolls два раза нажал, заспаунил. Также можно через Dell убрать, спаун, энтер сортировать. По имени выбор транспорта. Ну, давайте уберем нашу Ferrari. Убрали нашу Ferrari, садимся в Rolls-Royce. Ой-ой-ой, как громко. Знаешь, что? Самое интересное, это гаражи. Погнали посмотрим гаражи. В восьмерку, говорят, нам надо нажать. Ох, ебать. Вы видите, да? И все заняты. Ну, блин, ну, понятное дело, типа, через почти 10 часов после обновления я хочу, чтобы гаражи были свободные. Ты еще на втором CCD. А еще мне карта забагалась. Так, пацаны, вот наши гаражи. Хотя это не гаражи, это больше дома напоминает нам, как бы. Ебать, мне бы такой гараж двухэтажный, такой красивый. Я бы в нем жил. Ладно, заезжаем. Вот такие есть разные, есть одноэтажные. Вот такие есть двухэтажные с зеленью, есть двухэтажные без зеленью. Конечно же, повторюсь. Блять, эти бомбачники мне затолбут. Вот, хотя, сказал Айван, который едет на Rolls-Royce. Ну, конечно же, здесь все занято. Давайте посмотрим, что по цене. Что по цене таких гаражей, есть ли между ними разница. Ну, я думаю, ясень-пень есть какая-то. Малый класс 60 тысяч в день. Два места 6 лямов. Два места 6 лямов. 8 мест 24 ляма. 6 мест 18 лямов. Ага. То есть, вот такой с зеленью 6 мест, такой 8, а тот 2. Окей. Ну, давайте зайдем в какой-то... Ну, в каждый зайдем и посмотрим, как там внутри. У IT. Има выглядит красиво, кстати. Это что у нас такое? Вы не являетесь владельцем данного гаража. Это ключи, так понимаю, выбрать. Подходим сюда, выбираем. Мне интересно потом посмотреть объявления, почему их продают. Типа, можно выбрать. Окей. Здесь 2 ТС. Это первый у него мустанг стоит. Это парковка. Бля, так интересно посмотреть, что здесь, если честно. Это крафтит детали воздеверс такая, так понимаю. Ну, неплохо выглядит, но мне кажется, очень мало места. Прям пипец, как мало места. Ладно, идем дальше. 2 места за 30 лямов продают. Охуеть. О, 6 мест, погнали. Опа, 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 опа. Прикол какой-то, чел зайдет, посмотрите ролик себя в гараже увидеть. Эээ, ну, кстати, неплохой такой кабан. Кстати, прикольно, реально, типа, шпакалечка. Ну, неплохо, неплохо. Типа, вареное крыло, сзади вон шоу. Блин, достаточно реалистичный, если честно. Только вот эти купола бы убрал с капота. Мы обзор автопарка снимаем. О, 223, ну, кстати, в антихроме. Неплохо. О, 223, 78. Такая вот территория. Достаточно высокие потолки. Можно зайти, кстати, на второй уровень. Бильярд. Блин, б... Охуенно. Был бы он рабочим, я бы не знаю, я просто бы приехал... Ну, не приехал, я бы просто расцеловал бы. Руденко. Ну, блин, почему? Ну, в Сан-Адресе, обычном Сан-Адресе, в сюжетке, есть бильярд. И он, сука, рабочий. Почему его не добавить вон-то? Это же охуенно. Представьте, вы просто с пацанами в дискордике собираетесь. Приезжаете там в гараж или в бильярдную. Ну, можно... Если кальяна есть, почему бильярдную не добавить? Приезжаете в бильярд, заходите, играете в бильярд или просто, или на деньги. Это же охеренно. Охеренно. Если вы можете сказать, типа, Эван, так не будет работать, типа, в одиночке есть, а так не работает. Радмира добавили в карампе с одиночки, тот же бильярд, только в карампе. И работает. Поэтому, блин, почему-нибудь не добавить сюда? Я бы проезжал с удовольствием, бы играл с другом. Бильярд. Или можно с деньги, ну, на деньги с кем-то играть. Кальянчик вот здесь поставил. И почему они не... О, Руденко. Понимаю. Почему не сделать... Ну, кстати, я не знаю насчет этого, потому что я не являюсь владельцем. Плойка, понимаю. Не являюсь владельцем такого гаража. Но в МТА уже давно доступен функция, что ты можешь выводить картинку с интернета. Также на Редмире. Также на старом проекте этого Ковалевского, где в телефоне можно было открыть браузер. Почему не добавить эти телевизоры в гаражи? И почему не добавить возможность, что ты... Даже не NextRP тот же. Что ты можешь просто зайти в YouTube. Например, здесь единственная клавиша YouTube. Ты можешь зайти на YouTube и включить любой ролик, который хочешь. Но это же не сложно реализовать. И 150 раз реализованы. И я уже уверен, 150 раз слито на разных форумах эта система. Ну, почему ее не добавить? Ну, просто телевизор висит. Ну, и в чем прикол? Ну, добавься YouTube, блин. Представляете просто, кто-то сидит... Вот собрали все вместе и смотрите здесь YouTube. Курите кальянчик, жарите шашлычки. Кто-то играет в бильярд. Ну, почему не добавить? Не понимаю. Но это же было бы охуенно. Блядь. А нормально, что там Веном столько раз с вертолетом убил всех? Опа, нашли мы 8 мест. Пошли посмотрим, как он выглядит. О, ебать. Выглядит охеренно. И чем мне нравится, что гаражи забиты и сразу тачки спамятся. Не надо их спамить. Короче, у нас в этом гараже тачки стоят вот так как-то. Вверху что у нас? Бильярд, который... То есть вы хотите сказать тот бильярд про текстуре, но этот нет, да? Понимаю. В этом есть также телевизор. Он здесь находится, я так понимаю. Может, вот этот значок тачки, братья? Хуй его знает. Это парковка, типа... А, наверное, это парковка. Менять расположение, как в GTA 5, типа, тачек. И выбирать, какие тачки вы хотите, чтобы здесь находились. Но, если честно, мне по дизайну больше понравился гараж на 6 мест. Здесь как-то очень много парковки, но очень много просто жилой зоны. Там просто под лестницей сделаны два дивана и всё. Можно быстрее прогружать текстуры, пожалуйста? Так, пацаны, пока мы будем ехать на новую работу, что я могу сказать? В этой зоне размещено плюс-минус 54 гаража разных классов. Дешёвых, дорогих и средних. Что я хочу сказать, типа... На этом сервере играет очень много людей. Ну, зарегистрировано, я думаю, больше сотни тысяч аккаунтов. Может, даже две сотни тысяч аккаунтов. Ну, реально, очень много. И, типа, для стольких игроков добавить гаражи 54 штуки. Но это абсурд, реально. Они просто вырастут в цене. Они очень дорого стоят. Ежедневная плата очень большая каждый день. И, типа, смысл. А смысла нет никакого. Ладно, короче, пацаны, отправляемся тогда на новую работу. А после чего поедем, скорее всего, на контейнеры. Распалить удобрения. Ох, ебать, красивое менюшка, кстати. Полей обработано, мне нравится значок. Задача на сегодня пролететь на рабочем трассе более 10. 45 тысяч дадут провести на работе более 60 минут. Обработайте химикатами и более. Для работы распалительного удобрения вам потребуется провал категории воздушного транспорта, после которых вы сможете взять самолет на ближайшей аэродроме для обработки полиудобрениями. После получения самолета нужно будет осмотреть его на наличие неисправности, затем пройти в короткий инструктаж. После этого необходимо заправиться удобрениями и отправиться в поля, где будет происходить распыление. Окей, погнали. Итак, я... Все. Я нажал начать. Вы не умеете управлять самолетом? В смысле, блядь, не умею? А каким раком я Андромеду водил в ЛС, в аэропорту? Вся логика CCD. Пошел сдавать на права. Уже летел с Сан-Фьерро. В ЛС почти долетел. Почти все сдал. И мне крашило нахер. Поэтому мы зашли на шестой сервер. Где у меня есть права. Распылить удобрения. Так, вот мой, кстати, ДОДО стоит. Он заменен. Это не стандартный ДОДО. Хотя, почему они не могли с таким же успехом заменить кукурузник? Не знаю. Проводится смотр самолета. Ага, даже так. Типа, время потянуть? Ну, окей. Окей. Хорошо, хоть ничего нажимать не надо. Y, N, как говорится. Не знаю, что там на полу, блядь. Шнурки вяжет. Или шо? Ну, ладно. Ладно. Погнали. Садимся. И теперь нам нужно заправиться. Заправиться нам нужно вот здесь. Ох, я мастер, столько бочек. Ну, почему одна метка, если столько бочек? А, мы прозрачные. Фух. Это радует. Все, мы остановились. Заправляемся жижей. Отправляйтесь на взлетную полосу. Блядь, я и так взлететь могу. И залететь могу. Посмотрите по сторонам. Ну, посмотрел. Лететь до места распиления химикатов. Ага. Интересно, зачем... Почти, где химикаты? Химикаты в ЛС? А я аж в Сан-Фьерро. Представляете, просто в реальной жизни кукурузник летит над военной секретной базой, чтобы удобрения распилить. Ну, так вот. Ну, конечно, я же это все прекрасно понимаю, что это сделано для того, чтобы... Ну, игроки больше полетали, дольше время потратили. Ну, и, соответственно, уронять экономику. Не будут они же делать кукурузники через 10 метров, что сдаешь и зарабатываешь очень много денег. Все это прекрасно понимаю, но... Бля, летать далеко капец надо. Может, из-за того, что разные поля, хотя какие поля. Ну, может, в ЛС вот те поля. Может, вот здесь, возле фермы. Ну, в Лас-Вентурсе же полей нет. А, тут, кстати, еще этот трек с флатаута есть. Я уже про него забыл. Нажмите 2. Погнали. Ага, и нам нужно, так понимаю, по кругу просто летать. Распылять. Или вот так. Все? За рейс 31 тысячу. Ваши баки. Ага, и каждый раз сидеть заправлять. Ну, кстати, это даже неплохо. Это... Эээ... Ним как бы легче управлять, чем Андромедой. Намного легче. Он намного маневривее. Он, конечно, медленнее, но на Андромеде сколько? 20 тысяч, я если честно, не помню. Но это... Это выгодно. Плюс еще здесь ежедневные задания. На Андромеде там, конечно, наверное, тоже есть. Но... Достаточно выгодная херня. Поприлетел туда-сюда и все, и обратно. Туда-сюда и обратно. Нормально. Значит, станция техобслуживания. Давайте поедем, посмотрим, что же в нашей ежке не то. Ага, как-то так это выглядит. Вниз-вверх покрутить нельзя. Бля. Короче, состояние двигателя 100. Моторное масло 98. Масло КП-99. Состояние КЛ-98. Состояние КЛ-98. Протектор Ашин 98. Обслуживание ДВ... Капиталка двигателя 200 кредитов. Ебать. Все задано. Моторное масло. Есть разное. Кстати, 14800 замена. Вот этот с пробегом, кстати, прикольно. Этот сколько? 5000 замена. Неплохо. Неплохо. Вернуться назад. Шины. 32000-15000 замена. Понял. Тормозные колодки. 20. Ну, кстати, недорого. Только движок прям очень дорого. Движок реально дорог, а это, в принципе, недорого. Ну, что, пацаны. Самое прикольное то, что они в порт добавили контейнеры. В принципе, как и на других серверах, которые, фейки CCD, которые я снимал. Там тоже были контейнеры, тоже были в порту LS. И интересно, что же там изменилось. По факту, выглядит оно тупо так же. А вот почему оно продается. Иконик, лям 800, ставка 590, минимальный шаг 100000. Иконик, что у нас здесь есть? Макларен, СЛР. Давай поставим 2 ляма. Ну, повысить. 290, повысить. Повысить. Е30, Марк, слива. Ну, 2 500 это дохуеть. А, что он выбил? Лансер. Ну, лям 200 вроде. Ну, сколько он? Чем не нравятся сидичники, что они сразу добавили банкомат. Просто сразу. Чтобы такой подошел в состояние счетов, снял бабки и быстро все поставил. Ладно, тогда ждем 4 минуты до спавна контейнеров. И посмотрим, какое же им мясо здесь сейчас будет происходить. Кстати, Арабу с клана Джефф. Большой привет. 4, 3, 2, 1. Погнали. Пил. Это у нас рейс. А в рейсе нашу МГГТ самое дорогое. Ебать. А что так много? Нет, это вообще очень дорого. 4 ляма за него. Вот за этот можно 2 ляма кинуть. Но тот точно не стоит. Давай. Ебать, сейчас бы 20 засунул. 2, какая и 30. Брат! Я уже поднялся, мне пофиг. Типа деньги есть, деньги не проблема. Ну, ладно, дальше я не буду открывать. М5 и 60. Похуй. Это я выбил сливу, подожди. Стой! Ебать, я в самый последний момент пер... Блядь. Минус ляма 8. Я в самый последний... Ебать, 14. Погнали нахуй. Похуй. Сам себя перебил 300 раз, блин. Денег нет. Сука! Сука, денег нет, быстро снять деньги. Снятие наличных. Раз, два, три. Быстро, 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 блядь. Хотя это очень дохуя. Че я спорт люкс? Я могу в 40 выбить. 918-й. Авентадор. Суперфа... Та, не, 728. Не, нормально. 25 раз нормально. Главное, чтобы Р8 не выпал. Потому что она 15 стоит. Это плохо. Пацаны, на канал подписываемся. Ф-40. Макларен. Сука. Это плюс или минус? 17. Ёбаный в рот. 11, блядь! 11 лямов. Ёб твою мать. Охуеть. 11 лямов. Пацаны, последних 14 лямов отыгрываем. Ну, в принципе, вот я с Радмира приехал, пацаны. Зелёный, Хуракан, как всё должно быть. Е-60 выпало за 5 лямов. Ох, пацан, влетел. Хотя я с Маклареном больше влетел. Ну, кто не рискует, тот не пьёт шампанского, как говорится. Вот так-то поворот. Вот это я решил, называется, зайти. Чел выбил F-40. Славок 63-S. А-777, а А-777. Сколько он миллиардов стоит? Я не буду говорить миллионов, потому что он миллиардов. Миллиардов. Миллиардов 10, может, а может, даже больше. Физикл от проебал на контейнерах. Пацаны, если вам интересна эта тема с контейнерами, то я могу пооткрывать на втором, на шестом сервере. Дайте знать в комментариях и поддержите лайк. Если вам реально интересно, то мы будем открывать их достаточно часто. Ещё, пацаны, надо добавить вот сюда заборчик. Либо сказать админу, чтобы вот такие вот игроки сюда не заезжали. Ну, блядь, реально живёт FPS. Типа, чтобы не приезжали, не спаунили, ни хера, где-то в округе вообще здесь. Вот так не спаунили. Реально у кого-то прям жёстко жрёт FPS. А можно бусик купить? Насчёт этого, не знаю. Я бы купил себе бусик, затонировал и бы ездил себе. У него была норма. Так электрический свипа наставили здесь. Чё она поехала? Там же никого нет. Реально? Чего, блядь? Так как у нас обновилась менюшка, да? Оплаты и вот эта вся херня. Давайте зайдём посмотрим. У меня есть квартира. Ох, еба. Квартирки теперь так вот выглядят. Все выкуплены, кстати. Это что у нас? Ага, вот. Квартира. Открыт. Закрыт. Владелец, я 10 тысяч в день. В квартире можно установить гараж. Как? Вот. А-а-а. Стол для крафта. То есть гараж 90 тысяч. 900 тысяч и 90 тысяч в день за гараж. Охуеть. Окей, это надо платить. А где платить? Если здесь нельзя. Где платить? Может где-то на кухне? Не знаю, блядь. Под коврик. О. На 30 дней можно заплатить 300 тысяч. Куда бы их деньги не делал, а? У вас есть ещё проплаченный срок. А, у меня 29 дней. Ага. Окей. То есть теперь мне надо ещё как-то хату не въебать. Классно. А давайте купим гараж по приколу. Хотя, может в жопу. 900 тысяч, 90 тысяч в день. Не нахер. Ну что, пацаны. Мы делаем историю, а не сторисы. Поэтому я надеюсь, тебе этот ролик понравился. Обязательно дай мне знать в этом комментарии. Также напиши, хочешь ли ты большую серию по открытию новых кейсов на CCD. Мы будем специально заходить, наверное, всё-таки ночью, когда никого нет. Хотя, наверное, не самый хитрый такой буду. Чтобы открывать эти кейсы, ну откроем штук так 30, я думаю, чтобы было интереснее. Может 20. Поэтому обязательно подписывайся на канал, чтобы не пропустить. Нажимай на колокольчик, чтобы смотреть мои ролики первыми, никогда их не пропускать. Ну, с тобой был Эван. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны. И всем пока.